Два медицинских термина, хорошо известных каждому. Вакцинация и аллергия. Как они взаимосвязаны? Можно ли делать прививки при аллергических заболеваниях? Как часто после прививки бывает аллергия? Вот со всем этим мы и будем разбираться. А кроме этого вы узнаете, в чем суть операции по пластике груди. И почему это никак не влияет на... Вы за женщиной? Да. Объясню, на кубике. Как правило, если мы что-то поели, ну, казалось бы, обычный продукт срынца, и возникла какая-то непонятная реакция, ну, в виде там рвоты или сыпи, то связана она чаще всего именно с избытком удобрения и лепестницы. Поэтому не стесняйтесь информировать врачей о том, что после употребления конкретной продукции сельского хозяйства возникли проблемы. Так, друзья, крайне актуальная тема сегодня – вакцинация и аллергия, как они взаимосвязаны. Начну с того, о чем говорил многократно, но, тем не менее, вот массовое заблуждение преодолеть очень сложно. Большинство родителей считают, что если ребенок чем-то болен, вот у него есть какая-то болезнь, то такого ребенка надо вакцинировать в последнюю очередь. Ах, ты несчастный, у тебя что-то не так, лучше тебе прививки не делать. Обращаю внимание на то, что во всем мире ситуация с точностью до наоборот. Наличие любой болезни у человека, например, бронхиальная астма или сахарный диабет, или какая-то аллергия тяжелая на что-то, говорит о том, что у этого человека инфекционные болезни будут протекать намного тяжелее. Это понятно? Понятно. Далее, что очень важно. Существует предположение, по крайней мере, оно существует в головах некоторых наших экспертов, в кавычках, что вакцинация сама по себе увеличивает количество аллергических заболеваний. Поскольку вакцинацией человечество занимается, ну, уже пару сотен лет, имеется огромное количество исследований, в которых участвуют, ну, просто буквально десятки миллионов людей. И, как это неудивительно доказано, чем активнее используется вакцина-профилактика, вакцинация на данной территории, тем реже на данной территории встречаются аллергические заболевания. Потому что, когда ребенок заболел коклюшом и за 10 месяцев кашля получил 10 антибиотиков, то заработать на всю жизнь аллергию намного легче, чем от трех уколов вакцины. Это понятно, Эндрис. Молодцы. Далее, что надо четко понимать. Что да, после прививки, после любой прививки, возможны аллергические реакции. Но я сразу хотел бы обратить ваше внимание, что аллергические реакции возможны не только после любой прививки. Они возможны после любой таблеточки, любого жаропонижающего, после любого сиропчика от кашля, после любой травки для иммунитета, вообще после любого лекарства, всунутого в ребенка, возможна аллергическая реакция. Естественно, вакцина не исключение. Тоже возможно. Реакции аллергические бывают разные. И реакции бывают двух фактических типов. Одни реакции не угрожают жизни человека. Ну, какой-нибудь отек лица, или сыпь, или что-то чешется. Чешется бедро после укола, да? Или локальная сыпь, крапивница. Но при этом давление нормальное, дыхание не нарушено, никто сознание не теряет. То есть нетяжелые аллергические реакции. И, естественно, реакции могут быть жизнеугрожающие, когда возникает отек дыхательных путей, или спазм бронхо. В одной ситуации используются препараты, которые уменьшают спазм, в другой устраняющие эту аллергию. Ну, короче говоря, используются серьезные препараты. Они очень эффективны, позволяют помочь. Но что важно? Важно то, чтобы после вакцинации, когда именно в непродолжительные сроки, как правило, до 30 минут, возможны угрожающие жизни реакции, вы где были? Там, где вам можно помочь. То есть, фиксирую внимание, не бывает такого, что вам в 10 утра сделали прививку, а в 10 вечера стало плохо. Возникла острая аллергическая реакция. Такого не бывает. То есть аллергическая реакция может быть вечером. Но это будет сыпь, это будет зуд, понятно? Но угрожающей жизни ситуации не будет. Опасные для жизни ситуации возникают первые 30 минут после инъекции. Поэтому стандартное правило. В течение 30 минут после инъекции вы должны находиться рядом с медицинским учреждением, в коридоре возле прививочного кабинета. Или если вакцинация проводится на дому, то врач, который пришел делать прививку, имеет чемоданчик для оказания неотложной помощи. Понятно? У него там есть и мешочек для дыхания, и препараты, которые можно уколоть для того, чтобы оказать неотложную помощь. И еще что? Вы должны быть уверены в том, что в случае реакции не только рядом есть доктор, который может помочь, но и доктор может в течение 20-30 минут доставить вас в стационар. То есть поэтому, в конце концов, учитываем, да? А есть ли такая больница? А есть ли у нас пробки? А есть ли у нас транспорт? То есть все это должно вами учитываться, если принимается такое решение. Это понятно? Молодцы. Какова вероятность риска? Вероятность тяжелой аллергической реакции в среднем вот по всем вакцинам, вот по всем вакцинам, 13 случаев на 10 миллионов прививок. 13 на 10 миллионов, то есть 1,3 на 1 миллион. Но вероятность это разная для разных вакцин. Например, для вакцины КПК, это считается вакцина, при которой реакция самая вероятная, самая. 5 случаев на миллион. А для вакцин, например, хибинфекция, пневмокок, гепатит В, там вообще статистики толком нету. Ну то есть может быть один случай на 10 миллионов. Ну то есть это бывает вообще крайне-крайне редко. Это понятно. Но еще раз сексирую внимание. Когда мы говорим, что при вакцинации КПК, возможно, 5 случаев на миллион, это не говорит о том, что 5 человек умирает. Никто не умирает из этих 5. Если им делается прививка, возникает отек, затрудненное дыхание, сделали укол, все прошло. Но на будущее уже сделали правильные выводы. Понятно? Что значит на будущее сделали правильные выводы? Потому что угрожающая жизни реакция на конкретную вакцину или ее компоненты является противопоказанием не к вакцинации вообще, а к вакцинации вот этой вакциной. Понятно? То есть если у ребенка была аллергическая реакция, тяжелая, на вакцину КПК, это не говорит о том, что его не надо прививать от коклюша, дифтеристол, лбняка, гепатита В и так далее. Это, я надеюсь, понятно. Молодцы. Позвольте, пожалуйста, есть ли какие-то анализы, по которым можно узнать, будет аллергия на эту или другую вакцину, или ее не будет? Значит, сразу говорю, что абсолютное большинство лабораторий, которые говорят, приходите к нам, мы вам сделаем кучу анализов, вы будете точно знать, есть аллергия или нет, но они обманывают, потому что таких анализов не существует, и предугадать это невозможно. То есть если не было никаких реакций, то никто не ходит сдавать анализы. Другой вопрос в том, что когда возникла реакция на какую-то вакцину, опять-таки на ту же вакцину КПК, то для нас хотелось бы всегда уточнить, а с каким компонентом этой вакцины реакция связана? Там есть яичный белок, там есть определенный антибиотик. И вот в этой ситуации, после того, как реакция была, с помощью определенных исследований, обнаружить можно специфический иммуноглобулин Е, и сказать, что эта реакция на вакцину КПК, но связана она не с куриным белком, который входит, а с таким-то дезинфицирующим препаратом, который тоже является компонентом вакцины. В принципе, считается, что противопоказанием к вакцинации является наличие реакций на, опять-таки, реакций смертельно опасных, на дрожжи, желатин и антибиотики. То есть если у вас была когда-то в жизни, условно говоря, реакция, тяжелая реакция на антибиотик, антибиотик, то вы четко должны знать, в каких вакцинах этот антибиотик присутствует. Но, собственно, не вы должны знать, а доктор, который занимается вакцинацией. То есть когда вы к нему приходите, вы говорите, у нашего ребенка имеется аллергия на антибиотики группы аминохликозидов, а доктор, который занимается вакцинацией, он точно знает, в каком препарате это находится. Все понятно? Замечательно. Еще вопросы? Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, что делать, если аллергия на яйца? Хороший вопрос. Мы часто об этом рассказываем. Понимаете, какая ситуация? Сплошь и рядом, когда наша мама среднестатистическая рассказывает о том, что у ее ребенка аллергия на яйца, что она имеет в виду? Что когда он сожрал с утра яичницу из трех яиц, у него потом чешется живот. Понимаете? То есть на самом деле действительно бывает ситуация, когда на яйца возникает тяжелейшая анафилактическая реакция. С отеком, с затрудненным дыханием. Вот когда такая реакция есть, такая, то тогда вакцинация КПК, например, там, где есть куриный белок, рекомендуется в условиях стационара. Ну, тогда, когда есть реально кругом кори. Понятно, что если привито 95% населения, то кори нет, и тогда люди с аллергией на яйца могут не прививаться. То есть нормальная страна стремится привить большинство, чтобы защитить тех, у кого аллергия на яйца, и кому действительно прививаться нельзя. Да. Спасибо. Да, еще вопрос. Доктор, скажите, пожалуйста, а можно ли перед вакцинацией принимать противоаллергические лекарства? Ну, в принципе, этот вопрос тоже один из самых распространенных. Спасибо, что вы его задали. Считайте, мы идем на прививку. Мы знаем, что после этого может быть аллергическая реакция. Надо ли принять противоаллергический препарат? Вот почему вопрос, а не надо ли нам принять противоаллергический препарат, у нас не возникает перед тем, как дать ребенку ложку какой-то алтейки, там, от кашля чего-нибудь. Аллергия точно так же вероятно, да? То есть главное, на самом деле, медицинская наука считает, что прием профилактический, на всякий случай, прием, там, антигистаминных средств перед прививкой нецелесообразен. Хотя протоколы некоторых стран это включают для детей с аллергией. И, условно говоря, вот у этого ребенка бронхиальная астма, ему лучше принять. На самом деле тактика следующая. Если ребенок в это время лечится антигистаминными средствами, условно говоря, есть противоаллергический препарат, называется лоратадин. И этот ребенок вот сейчас, сегодня лечится по поводу бронхиальной астмы с использованием лоратадина. И ему надо его применять, он его применяет и идет делать прививку. Но если тяжесть болезни, состояние человека не требует использования антигистаминных препаратов, значит, идем и делаем. То есть, переживаем неприятности, как говорил великий классик, по мере их поступления. Если после прививки возникнет цепь, вот тогда мы и примем лоратадин. Вы сделали правильные выводы. Главное, о чем я вас прошу, еще раз прошу, услышьте меня. Наличие у ребенка аллергических заболеваний делает любые инфекционные болезни для такого ребенка крайне опасным. Например, есть такой способ лечения опасных для жизни болезней. Ну, например, таких, как дифтерия, таких, как столбняк. Это введение сыворотки. Эта сыворотка – лошадиный белок, на который аллергия возникает. Ну, у каждого пятого нормального здорового, понимаете, да? Вот теперь представьте себе, ребенок не привит, потому что он аллергик, и он заболевает столбняком. Его убьет сыворотка с вероятностью, он там 90%. В такой ситуации сыворотки вводят там под наркозом, под сумасшедшими препаратами. Ну, это, вы не представляете, я несколько раз сталкивался с такой ситуацией. Это просто катастрофа, понимаете? Поэтому аллергия означает, что вашего ребенка надо защитить в первую очередь. Вы сделали правильные выводы, молодцы. Мы продолжаем. Итак, друзья, наша рубрика «Гость». Сегодня у нас в гостях пластический хирург. Эдгар, здравствуйте. Очень актуальная для многих тема. Вот пластика груди и кормление грудью. Как все это соотносится? Потому что очень многие убеждены в том, что любая операция на груди ставит крест на естественном вскармливании. Проясните нашим зрительницам, насколько это все актуально, и как можно выкормить детеныша после операции. И можно ли вообще? Можно. Можно увеличивать грудь как до родов, так и после родов. И это не влияет на кормление. То есть как результат, если вдруг возникнут осложнения, а об этом важно помнить, потому что есть два типа осложнений после таких операций. Это серома, когда отекает какая-то грудь на фоне того, что там стоит имплант. И капсулярная контрактура, это когда капсула вокруг импланта, она уплотняется, сжимает и возникает болезненное ощущение. Это бывает редко, но это может быть. Это проблемы индивидуальные или это ошибки метода? Нет, это проблема индивидуальная. И почему возникает, не доказано. Поэтому, когда вы идете на операцию, есть маленький процент риска, но важно об этом понять. Во всех остальных случаях операция не влияет на кормление. Можно выкормить 10 деток, 20, и все будет хорошо. Пожалуйста, расскажите понятным, простым языком, в чем суть операции по пластике груди. И почему это никак не влияет на... Вы за женщиной? Да. Объясню на кубике. Смотрите. Есть грудная клетка, есть ребра. Сверху у нас есть мышца, наша мышца, грудная мышца. И есть ткани вашей груди. Они состоят из молочной железы и жира. Как правило, вот тот объем, грудь мягкая или не мягкая, зависит от того, как много жира в вашей груди. Если вы очень худая, конечно же, можно мечтать о груди только в 16-18-20 лет. Потом у нас все это уходит. Если мы в спортзале, мы на диетах, грудь худеет, и груди не будет. Маленький процент, кому повезло, такое бывает, но это очень редко. Поэтому что делает пластический хирург? Он берет имплант, и он, вот я сейчас покажу просто на себе, он, поставив имплант, как правило, ставится под мышцу, просто выталкивает то, что у вас есть от природы. Вот и все. Операция заключается в том, чтобы вытолкнуть то, что дала вам природа. Это правильная операция. Если сделать все четко, правильно подобрать, то вы будете трогать свою грудь, она будет такой же мягкой, как была в 18-20 лет. И поверьте, я не знаю ни одного мужа, мужчину, кто бы сказал, так, либо достойный имплант, либо я развожусь, либо там ухожу в другой. Всем мужчинам нравится грудь. И грудь правильная после операции, она мягкая. Но если вы, конечно, очень худая, вот, конечно, вы будете немножко его прощупывать. Тогда нужно выбирать, либо вы без груди, либо вы с грудью. Просто. Есть ли какие-то специфические рекомендации по кормлению женщинам с пластикой? Специфических рекомендаций по кормлению нет. Можно также сцеживаться, когда у вас стоит имплант, и можно также кормить. Конечно, на фоне того, что есть имплант, и грудь плюс увеличивается, она может быть и четвертого, и пятого размера, но не переживайте. Если вы будете не резко бросать кормление, а постепенно, то грудь возвращается в ту форму, в которой была до родов. Иногда, правда, бывает, что если вы очень сильно похудели после родов, то и немножко меньше будет грудь, чем до родов. Хорошо. После родов грудь изменилась. Понятно, что в процессе кормления грудью, в здравом умении, кто не побежит, не скажет, подожди, не ори, я сделаю пластику. Когда все-таки рекомендуется сделать пластику после кормления? Ну, во-первых, рекомендаций таких нет, потому что красота, как я говорю, субъективна, кому-то нравится, кому-то нет. Но если мы задумались об этом, то можно приходить к пластическому хирургу не ранее, чем 6 месяцев после окончания кормления. Почему? Ну, это ключевой момент на самом деле. Да, почему? Потому что в протоках еще может быть молоко, а протоки нестерильны, молоко нестерильно. И если мы не хотим тех осложнений, о которых я говорю, желательно, чтобы там уже у нас содержимого никакого не было, и это не помешает хирургу. Поэтому не ранее, чем 6 месяцев. 6 месяцев, запомнили, отлично. Вопросы, девочки? Здравствуйте. Скажите, ну вот каждая мама кормящая знает, что иногда, когда мы неудачно поспали ночью, мы просыпаемся, и размер груди уже не второй, а пятый. Что будет, если в ней уже есть силикон? Станет ли она еще больше? Смотрите, во-первых, не силикон, а когезивный гель. Это самое главное. Во-вторых, импланты сейчас есть разные. Ну, то, как я показал пример, это просто ровно настолько будет, насколько вы увеличили. И это нужно просто понимать. И самое тоже важное, все боятся того, что будет с возрастом, когда я постарею, когда имплант опустится. Имплант не опускается. Имплант, это как имплант в зуб. Все, хирурги поставили, он здесь стоит. А как грудь себя поведет на импланте, это уже вопрос питания, генетики, образа жизни и так далее. Поэтому, если грудь у нас спустилась с импланта или как-то увеличилась, то на импланте мы подтягиваем. Это как вы, например, похудели, платье большое, вы пришли в ателье, и вам его подшили. Точно так же и с грудью. Такие же выточки спереди здесь, как у вас на блузке. Понятно. Да. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а есть ли у импланта срок годности? Нужно ли его заменять? Смотрите, у импланта нет срока годности. Просто хирургам будет приятно, если все то количество клиентов, пациентов через 10 лет вернутся, снова прооперируются. И еще дадут денег. Да, еще дадут за это денег, поэтому я знаю много примеров, когда 15-20 лет стоит имплант. Как правило, меняют. Почему? Потому что хотят другой фирмы, выходят новые генерации имплантов, либо хотят другой размер. Других причин замены импланта нет. Спасибо. Есть ли шрамы после операции? Шрамы есть, но насколько они видимы или невидимы, зависит от хирурга и от качества состояния вашей кожи. Но поверьте мне, даже если будет шрам, мужчина на это внимание не обращает. Я всегда это сравниваю с мужской мошонкой. Вряд ли вы рассматриваете у мужчины на мошонке, есть шрам, нету, потому что мужчины тоже ставят импланты яичек. И вы об этом не знаете, мужчины об этом не говорят. Я точно знаю, никто из вас не спрашивал своего мужчины, а у тебя там имплант или натуральная. Вот и все. Да. Скажите, пожалуйста, верно ли, что во время операции делается широкий разрез под грудью? И может ли быть такое, что имплант не приживется или пойдет какая-то инфекция? Какая вероятность? Вероятность того, что имплант не приживется, очень маленькая. Есть несколько случаев в мире, они описаны. Но если брать миллионное количество операций, можно сказать, что этого не будет. Если даже это произойдет, если вы достанете имплант, то грудь просто будет иметь ту форму, которая была до. В плане шрама и разреза, разрез бывает разный. Хирурги наших стран, они любят поменьше разреза. Например, в Соединенных Штатах Европы, как правило, делают более широкие. Это связано там с определенными нюансами. Но опять-таки, в основном они не заметны. Если даже он будет заметен, можно подшлифовать, перманентный татуаж, это не будет. Инфицирование тем? Тема инфицирования, она зависит от выбора глины, от клиника, как любая операция. Спасибо. Да, еще. А подскажи, пожалуйста, если женщина кормила одной грудью, какой, когда уже закончила кормить, какой надо, так сказать, срок выждать, чтобы идти сделать пластику, как сказать, баланс? Кстати, в принципе, бывают такие ситуации, когда ставятся импланты разного размера? Конечно. Бывает так, что девушка хочет не ставить имплант, не всегда же нужно его ставить. Когда вы потеряли форму груди, когда она опустилась, но объем есть, можно просто приподнять грудь, не ставив ее в плант, и она просто будет такой же упругой и стоячей без импланта. Поэтому, если есть асимметрия, можете просто грудь, которая у вашей подруги более асимметрична, ее можно приподнять и просто подвести под вторую грудь. На одной груди, да? Да, да, да. Замечательно. Так. Так. А вы можете какие-то от себя сказать запреты? Вот то, что не рекомендуется делать при пластике груди? Есть ли какие-то противопоказания или еще что-либо? Мой совет не идти на операцию, если у вас второй, третий размер груди, и вы видите, что она уже немножко подпровисает до кормления, до беременности. Потому что, я думаю, 90% того, что вы снова обратитесь к хирургу после кормления. То есть, если грудь, она уже немножко большая, немножко провисает до кормления, то, конечно же, она потом наполнится, и еще больше провиснет. И вы дважды будете обращаться в клинику. Да. Ну, наконец-то вопрос от мужчины. Да. Мой товарищ, как бы, хотел бы узнать по поводу того, когда можно приступать к груди после операции. В общем, мой товарищ тоже хотел узнать. Наши товарищи, все хотят узнать, что можно делать. Трогать грудь можно в первый день после операции. Тест-драйв возможен уже через месяц. В полном объеме, как до операции, да? Да. Спасибо. Друзья, уверен, что количество вопросов на эту тему огромное, они не закончатся никогда. Мы обязательно встретимся с уважаемым Эдгаром неоднократно еще. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо. А мы продолжаем. Итак, друзья, наша любимая рубрика про еду. Говорим сегодня про удобрения и пестициды. По большому счету все вы понимаете, что это такое. Несколько интересных фактов и рекомендаций. Итак, в качестве информации к размышлению. По большому счету все мы прекрасно помним, откуда все это взялось. В какие-то незапамятные древние времена, когда люди занимались сельским хозяйством и начали выращивать растения, они обнаружили, что есть два способа увеличить урожайность. Первое. Можно вносить в землю органический продукт. Ну, то есть побочный продукт жизнедеятельности крупного и мелкого рогатого скота. То есть вот этот навоз, от него все хорошо растет. Еще что знали люди опять-таки с незапамятных времен, что вот этот конкретный куст, на котором растет наш любимый помидор, кроме нас еще и хотят есть всякие жучки и червячки. Если мы ручками будем собирать этих червячков, то есть механически их удалять, то скорее всего урожай у нас будет больше. Таким образом у нас есть два способа повысить урожайность. Органические вещества, навоз и механическая уборка вредителей. Ну, в общем, по мере того, как нас становилось все больше и больше, и нас уже скоро будет 10 миллиардов на земле, в общем, к нам уже мало еды. И поэтому современное сельское хозяйство дошло до того, что придумало огромное количество самых разнообразных удобрений. Удобрения позволяют получать огромные урожаи, но в то же время они истощают почву, а избыток удобрений делает продукты опасными. Теперь несколько слов про пестициды. Сейчас это конкретные вещества, которые убивают вредителей и мешают расти сорнякам. На сегодня таких веществ около пяти тысяч. Есть, кстати, некоторые абсолютно безопасные. Это аналоги тем, которые используются для борьбы с вшами, например, у людей. Но они и очень дорогие. То есть если вот этими средствами от вшей поливать поле с пшеницей, то цена этой пшеницы будет такая, что лучше вообще хлеб не есть никогда. Вот на это я прошу обратить внимание. Тем не менее. Вот услышьте теперь меня внимательно. Теоретически. Вот хотелось бы, конечно, чтобы эта теория имела реальное воплощение в жизнь. Все мы с вами не имеем никакой реальной возможности контролировать вот это все. Вот контролировать количество удобрений и пестицидов в продуктах, которые мы покупаем. Но опять-таки теоретически. Все так придумано, что государство создает особые структуры, которые призваны нас защищать. То есть полиция защищает нас от бандитов. Наши границы защищает армия. А есть структуры, которые защищают наше здоровье. Которые должны контролировать содержание в продукции сельского хозяйства, удобрений и пестицидов. То есть у каждого производителя должна быть справка, по крайней мере. Так вот у той бабушки, которая торгует огурцами на рынке, такой справки нет. Поэтому старайтесь все-таки покупать то, что имеет цивилизованную упаковку. Потому что все, что имеет упаковку, обязательно проходит сертификацию. Да, мы можем согласиться с тем, что все можно купить. И сертификат в том числе. Мы надеемся, что это скоро кончится и нельзя будет купить сертификат, если он не соответствует действительности. Мы все на это надеемся и с этим борется не только мы, но и государство. Но, по крайней мере, покупая упаковку с морковкой и с наклейкой и сертификатом, мы увеличиваем свои шансы не отравиться. Это раз. Второе, на что я хотел бы еще обратить ваше внимание. Как это неудивительно. Из-за пестицидов особую опасность представляет собой рыба из пруда. Ну, потому что после дождя пестициды массово текут куда? Поэтому серьезные рыбные хозяйства обязательно защищают пруды, обязательно обеспечивают качество. И на это тоже надо обращать внимание. Еще раз прошу, в свете опасности удобрений и пестицидов, о которых каждый из нас думает, не включаться в борьбу с ГМО-продуктами. Одно из главных предназначений ГМО-продуктов защитить нас от избыточных удобрений и пестицидов. И еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Если вы съели какой-нибудь не очень удачный йогурт и после этого с вами приключилась кишечная инфекция, то об этом, скорее всего, узнают все. Потому что вы попадете в больницу, будет расследование. И как вообще с этим йогуртом вот это все переключилось? Как правило, если мы что-то поели, ну, казалось бы, обычный продукт с рынка, и возникла какая-то непонятная реакция, ну, в виде там рвоты или сыпи, а мы и раньше много раз этот продукт ели без проблем, то связана она чаще всего именно с этим, с избытком удобрений или пестицидов. Но мы, как правило, никуда в такой ситуации не обращаемся. Поэтому не стесняйтесь информировать врачей о том, что после употребления конкретной продукции сельского хозяйства возникли проблемы. Ну, и опять-таки помните о том, что, как правило, все-таки все эти пестициды не проникают вглубь продуктов. И тщательное мытье позволяет избавиться от пестицидов. По крайней мере, уж продукты, предназначенные для детей, мыть надо хорошо. Сделали правильные выводы, будьте осторожны и бдительны. Приятного вам аппетита. Мы встретимся совсем скоро. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ